6 тысяч человек заявили о создании нового украинского фронта на учредительном съезде в Харькове. Терпение наше не безграничное. И те вызовы, которые нам бросают, они принимаются. Перейти в наступление призвал харьковский губернатор Михаил Добкин. Это он на днях вместе с депутатами появился на заседании облсовета в футболке «Беркут», чтобы поддержать тех, кто служит в Киеве. Когда 25 числа у нас была абсолютно объективная информация, что будет штурм этого здания, они позвонили и сказали, ребят, нам очень жалко, что мы не можем быть в Харькове сегодня. Держитесь там, мы знаем, что Харьков – это не Львов, покажите. Но мы показали. По коридорам обл. администрации вместо ковровых дорожек тянутся противопожарные рукава. Вдруг нужно будет гасить коктейли Молотова. Пока не пришлось. А вот в Запорожье отражали штурм. Если вам нужна кровь, бейте меня, убивайте. Это ваше право. Я вас прошу только об одном. Не штурмуйте здания. Не трогайте ваших детей в форме. Губернатор Александр Пиклушенко до последнего пытался избежать силового решения. Знал, земляков провоцируют по отработанному сценарию. К тому времени часть коллег-западемцев выполнила требования экстремистов уйти в отставку и порвать партбилет. Я вам говорю, что я с этим партбилетом жил-живу и умру. Вредь для защиты государственных зданий участники Украинского фронта инициируют создание народной гвардии. А о том, как запорожцы прогнали зачинщиков беспорядков, вспоминают уже с юмором. Значит, совсем не боятся. И вот они друг другу писали, когда убегали от областной администрации. Тут дикие люди. Они бьют. Не садитесь в такси. Такси за свои деньги отвезет вас в милицию. Здесь долго запрягают, но быстро едут. Говорят о себе в Донецке, где на этой неделе заявлено о создании групп самообороны. Если нас будут штурмовать здания нашей администрации, мы этого не будем тупить. Мы не киевляне. И по всему Восточной Украине уже созданы группы, по всем городам. Пусть только сунутся. Свои недавние споры о евроинтеграции студенты забросили. Объединились в борьбе с коричневой чумой. Подчеркивая, что освобождение Европы от фашизма тоже начиналось с Востока. Восток вынужден ответить на всплеск неонацизма. Восток. Мы дадим им отбор. Мы готовы на все. Мы обречены на участие в конфликте. Не мы его начали. Нас в него толкают. Но пусть знают, что здесь тоже есть мнение. Здесь тоже есть люди. Мы не быдло, мы не молчим. Далекий от политики сельский рынок. Где с покупателем ласковы сало дадут попробовать. А узнают, что гостях и подарят. Но случай серьезный, своего не отдадут. Не хотим мы в этой войне. Но если получится, то я не знаю. Им не очень приятно будет. Закопаем. Как положено, шахты у нас есть. Примем по полной программе. Они и мы говорят здесь о себе и соотечественниках из западных регионов. Зревшие десятилетиями отчуждение грозит расколом. Мы хотим мира с собой. А что мы их кормим, понимаете? Мы работаем, а они вот то там пляшут, то танцуют, то бастуют. А я читаю, я не знаю. Может мне что-то там за сей будет. Там на Майдане одни лодеры сидят. Вы мне объясните. Два месяца сидят люди на Майдане. За что они живут? На митинг в знаменитой Макеевке вместе с рабочими на ступеньке местного театра вышла ведущая актриса. Особенно мне вообще, когда все время говорят, вот украинский народ. Я сегодня это сказала на митинге. Не нужно от моего имени говорить за весь украинский народ. Я вас не уполномачивала. Я не бандит. Я не кормлю здание. Люди, которые кричат о культурных ценностях украинских, о традициях, которые нужно благотворить и так далее, в данный момент все это разрушают. Ни на минуту не останавливая добычи угля, он сейчас, ох, как нужен. Шахтеры уверяют, не допустят того, что однажды поднимутся на поверхность, а тут другая страна. Я думаю, все восстанем. Что это за дело? Нас придет что-то еще учить чему-то? Нет. Нет. Это они думают, мы так спокойно к этому относимся. Нет. У нас край богатый. Найдут. Найдем это. Так видите, что. Символом украинского фронта выбрали Георгиевскую ленточку. Первая блокада, которую намерены прорвать, информационная. Главная цель – пробуждение к миру.